В общем, Икс продолжает делать мозги, я уже честно боюсь, каждый день это что-то. Получается, сегодня уже третий день с Иксом, и это восьмой день, когда я уже с ним, третий день дневника. И похоже, я вот так покатал неделю и отдам его, потому что, блин, столько он мне подкидывает всего, я даже не представляю, как дальше с этим жить, уживаться, и как это все делать, чисто психоэмоционально контролировать, я даже не понимаю. Ну, там, смотрите, старые, сейчас покажу с приближением, старые всякие такие запотевания, вот, все видно, я думаю, ну, там, шланги Гура, что-то снизу, там, сальник коленвала, какие-то прокладки, он весь разоссался, он весь разоссался. По пружине, сейчас я покажу, вот, вот пружина, вот как ее обломила, видите, вот она, вот ее просто обломила уже давно, понятное дело, вот там уже успела заржаветь. Значит, вот, старые тоже запотевания по движку приличные, там, дальше, вот это, шланг Гура куда-то идет, тоже там, ну, не течет ничего, но старые такое есть, все, вот они тоже. Ну, раздатка, сальник бокового, что-то там приговорили, потом, вот, пыльник, пыльник тоже, уф, все, приехал. Гидроподушка сырая, датчик давления масла, он должен быть сухой, как видите, весь обсопливился уже, не знаю, там, через пень-колоду работает. Ну, в одной ролик, в общем, постоянно выпрыгивает вот этот чек, все. Я, похоже, завтра его сдаю, блин, все, я боюсь уже кататься, честное слово. Как понимаете, лучше берите, конечно, дизельный, дизельный вариант, и никаких вопросов у вас там вообще не будет. Кстати, основу двигателя вставляет здесь алюминиевый блок цилиндров с гильзами из чугуна, он позаимствован у N54, агрегат получил более легкий по весу коленчатый вал, модернизированные поршни и шатуны. Вот, разработчики изменили там ГБЦ, улучшили систему изменения газораспределительных фаз, в дополнение которой установили систему Вольветроник третьего поколения, функция которой заключается в регулировке высоты подъема попанов. Ну, и вот, все такое. Все в этом роде. Ну, твинскролл. Так, давление на дуо, стоковый вариант 0,65 бар, двигателем управляют посредством системы у нас блоки от Bosch MEVD17.2, высокоточный прыск топлива, управление работой клапанов электроникуш и регулирование фаз газораспределения Double One. Это все дело шалит, как вы понимаете уже. Недостатки. Повышенное потребление масла. В общем, чаще всего это чрезмерное, конечно, потребление такое происходит благодаря клапану вентиляции картерных газов. Пропуски зажигания, закосованность гидрокомпенсаторов, ну и вибрации мотора. В основном это изношенные форсунки. Каждые 80-100 тысяч нужно менять. Эх, не доехал я до чипа с этим бежком. Как-то так. Сейчас вам, кстати, и покажу это дело. Почему бы и нет. Как он работает. Недолго я выдержал. С иксом время. Как вы понимаете. X-Drive, блин, 35i. Недолго он у меня. Кандей еще пашет здесь. Так, ну вот он. Вроде как работает хорошо там. Сейчас Кандей отрублю, все хорошо. Но в любой момент может произойти нечто нечто такое невообразимое даже. Хрен пойму, что здесь не может произойти. Вот. Такая работа. Работает ровно, все хорошо. Сверху сухое. Но обслуживать, извините, да. Вот он, Твин Турбо. Все красиво. Только высококвалифицированный сервис. Сюда исключительно можно прописывать этому автомобилю. Если что-то такое, знаете, непонятное вам встречается, и вы начинаете обслуживать этот автомобиль, даже не зная, кому вы вручаете ключи, он что-то начнет там ковырять. Полировка фар, кстати, требуется. То это будет интересно. Радиаторы все тут чисто, аккуратно. Но это пока, да. Нужно за этим следить даже не раз в год, а два раза в год. Ну, на доливку у меня пока масла нет. Завтра нужно будет дарить. Сегодня докатаю. Мне больше двух тысяч будут давать. Ну, вот такие дела с Аксом. Получается, ничего такого крутого, кроме динамики, комфорта он не даст. Зато в сервис будете... В сервис будете гонять просто как ошалевший на этом Аксе. Быстро, четко. Салон чистый, аккуратный. Видите, вот он на правую сторону сзади какой-то хромой присел. Вот такой он. Акс. Да. Так, сейчас вам не показывал багажник. Электропривод, ну, все срабатывает тоже. Иногда могут... Так, сейчас немножко приберусь. Иногда... Иногда могут вот эти сегменты диода просто здесь отказывать и вот здесь тоже отказывать вообще без проблем. Такой багажник. Здесь все сухо. Вроде как. Так, смотрите, тут километры проводки. Просто километры. Ну, и с этой стороны тоже там предохранители, рвешки. Все сухо тоже. Розетка не проверял, работает ли не работает. Вот такой салон Икса. Кстати, можно на пикник приехать сюда. Что-то там 200 килограмм выдерживает. Порыбачить, посидеть вот так. Побалдеть. Печально, почему-то он мне эмоциональную такую эту составляющую дал. То, что у меня прям настоящие горки американские по эмоциям. Блин, ну как так? Ну, все же хорошо было, а? Первые дни прям шикарно все было. Посмотрите, какая жопа, а? Зад просто шикарный. Пусть, извините за такое сравнение. Вот за правила я тебя все хорошо. И нет, ты, паразит, вот норовишь сломаться, а? Вот зачем, а? Вот зачем? Не ломайся, вот не ломайся. Все же было хорошо. Все же было тип-топ, окей. И нет, надо тебе ломаться. Сидение в каком состоянии тоже хорошее. Ну, пробег может плюс-минус там 300, наверное, есть. Как-то так. Я допускаю. Не меньше, наверное. Но это очень на любителя нужно быть. Чтобы такой автомобиль взять и дальше эксплуатировать. Очень на любителя. Здесь так затерлось все. И решается, в принципе. Руль вообще не трогали. Не перетягивали. Икс, 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 да. Икс. Подножки выдерживают с противоскользящим эффектом прилично. Салон светлый, аккуратный. Все. Диоды тоже работают. Вот те самые Corona Lights. Кольца BMW. Ксенон, адаптив. Active Steering понравилось. Очень мне. Ну, в общем, этот Икс подкинул всякие сюрпризы, понятное дело. Не без этого. Сейчас, кстати, заглушу его. Пусть не работает. А то он пишет. Масло на минимуме. Кстати, есть и электронный щуп. Он вам покажет, в любом случае, а драйфи. Механический он там, чуть-чуть туда находится. Увидеть. Два варианта. Это, видимо, специально сделали. Чтобы, если что, владелец смог бы что-то там сделать. Такое простое. Ну вот, долейте, да. Долейте, долейте, долейте. Так. Зеркала понравились. Все работает, кстати. Раз, два. Ну, я уже как-то, не знаю, рядом стоишь, и когда в салоне почему-то маслом запахло. Почему так? Но я ведь не отжигал. Если бы я отжигал эту неделю, да, на автомобиле, я бы сказал, ну да, я его там прилично поднапряг, и Икс там начал умирать. А тут-то я же даже особо-то сильно его не напрягал, там, не издевался над ним, не мучил. Никак-то его не пытался вывести из себя, там, на нервах не играл. Электронный ручник-блок тоже. О, я посмотрел, сколько он стоит. Фуф. А, тут смысла нет менять, друзья. Вот, все. Убрал, и он не рабочий. Столько моментов с этим автомобилем связанных, интересных, конечно. Да, это нужно быть прям приверженцем, нужно быть сильным, чтобы эксплуатировать и телом, и духом, и кошельком, в первую очередь, чтобы такие автомобили. Мои заначки немножко остались. Чтобы такие автомобили эксплуатировать, нужно быть, определенный, очень-очень сильным человеком. Да. Так что, GDM, GDM, Nissan. Вот, видите, наклеечки мои красивые здесь красуются. Ну, что ж, я надеюсь, видео познавательным было, интересным для вас. Не прогадайте. Кто-то ведь берет за полтора, за два, за три миллиона, и потом мучается. Я взял там на неделю покатать, понравится он мне или нет, и то подкинул сюрприз. Притом, что-то вы что-то видите. Смотрите, сейчас вот приветственный свет загорается, видите, красивый. Вот я открываю, закрываю автомобиль. Кто-то ведь берет за полтора, за два, вкладывает миллионы, и все равно проблема его преследует эпизодически, так скажем. Вот, поэтому подумайте дважды, трижды, несколько раз, стоит ли брать такой автомобиль. Вот многие же говорят, так, смотрите, открываю, вот там тоже все загорается красиво, видите. Так, открываю, открываю. Вон, как все красиво горит, класс. Ночью особенно, здесь еще ручки с подсветкой должны быть. Здесь ручки без подсветки. Ну-ка. Да, видимо, меняли. И вот почему-то мне пацаны сказали, у тебя там камера, и с той стороны камера есть. А 360 обзора нет, видимо, от другого авто просто стоит. Эх, такое дело. Ну, в общем, смотрите, за 1,7, как мне его предлагали, за 1,7, за 1,5, может, даже бы отдали, сейчас можно на рынке что-то и посмотреть. До ситуации, всем известной, можно было Rio, Solaris, Polar Rapid, Creta там посмотреть что-то еще, и лучше новый автомобиль, поверьте. Вы уедете и без забот будете катать на гарантии, 2, 3, 4, 5 лет прокатаете, никаких проблем. Только заправка, только заправка, только заправка, только заправка. А здесь постоянные визиты в сервис, постоянные разговоры о том, что сломалось, что не сломалось, что нагнулось, что не нагнулось, что в ближайшее время откатит, отвалится, отрыгнет. Уф, тут, понимаете, такой бурный всплеск эмоций вас ждет с этим автомобилем. И вот подумайте там, тысячу раз, это стоит того или не стоит. Если стоит, конечно, берите, если это автомобиль мечты, да, он будет требовать, но оно того стоит, поверьте мне. Я покатал, я узнал, всю правду вам рассказал, показал, доложил, как говорится, до вашего сведения довел. Ну, вот как есть, то есть этот X, он потрепал мне нервы за 7, завтра уже будет 8 день, вот четвертый день, наверное, дневника. Ой, я уже сам с ним, знаете, поднапрягся и запутался в некоторых моментах, вот так. Сегодня восьмой день, то есть это третий день дневника, и завтра будет, он сейчас вспомнил, завтра будет девятый день. И это будет уже четвертый день дневника, заключительный. Когда я попрощаюсь с X, скажу ему goodbye, все, то есть до свидания. Уф, это эмоциональные передряги. Непростая эта тачка BMW, Byrish Maturin Walker, небольшая и немаленькая, но непростая, это факт. А вы знаете, что еще подумал, если сюда свапнуть JZ или UZ, тачка будет шикарная. ГТС, чтобы было турбо, он будет ездить, будь здоров, будь здоров, проблем никаких не будет вообще. Нужно подружить это все с коробкой. Вообще, есть такие проекты, я просто на дискаре третьем видел, что UZ стоял. Вот, поэтому Toyota рулит. Продолжение следует...